Да у вас же официальная работа Здрасте Здрасте А можно мы небольшое интервью снимем на пару минут? Зачем? А в смысле зачем? Так мы даже вас в каком-то мере прорекламируем? Да, с вами снимали, не знаю А что? Ну нам скажите хотя бы пару простых вещей, за что вы агитируете? То есть первых... Что? Можете сказать пару буквально? Нет, не буду Не можете? А почему? А что такое? Все, мы бы хотели... Мы просто со всех подряд, в том числе из нас, собираем, за что партии голосуют То есть вы агитатор, можете сказать за что? Мы можем дать, почитайте А за что? То и вы Я скажу Депутат Анатолий Васильевич Бондаренко Он сейчас действующий депутат областной, Черкасской областной рады Выдвигался на мэра, не прошел Мэром стало даро Сейчас мы его Всех агитируем, чтобы он прошел у нас Верховный Рад А что? То есть конкретно что он сделал или что он хочет сделать? Что будет лучше? Тут у нас есть программа Кто проходит по спискам, пожалуйста Вот его биография Тут все вот это мы тут даем Можно взять? Возьмите, пожалуйста Вот тут все есть Полностью все есть И биография, и этот самый Возьмите этот набор И посмотрите А как он вообще относится к тому, чтобы отменить налоги Или вообще наоборот их увеличить? По налогам конкретно я не могу точно сказать, но А за что? Буквально два, например, два первых шага, которые он сделает, когда станет народным депутатом Что? Вот то, то сделаем Значит, надо посмотреть его программу И по программе посмотреть Я точно вам не скажу Что будет первое, что второе, что третье Я знаю, что в прошлый раз черкассы выбрали Поплавского Знаете такого Поплавского? Ну конечно, 350 гривен цена голоса Значит, он купил голоса, прошел туда И что он нас предал, нас всех черкассов Пришел в регионы Из нас со всех черкасс смеялись Кого вы выбрали, клоуна Поэтому надо выбирать нормальных людей Он один, пожалуйста, второй, третий, четвертый За нормальных людей надо голосовать Все, Илешко тоже там же Там же Илешко, там же Петренко Девушка, собираем информацию, кто за что голосует Можете нам прокомментировать пару слов Сказать о том, кто такой Андрей Гобров И за что именно он Представляет собой политическую силу Арсения Яценюка У них состоит из грамотных политиков Из силовиков Из опытных управленцев Андрей Гобров Сотник самообороны Воевал с первого дня на Майдане Затем в зоне АТО Сейчас он возит в АТО людей Продукты туда и обратно То есть до сих пор занимается, рискует жизнью С Майдана, во время Майдана 18 человек раненых, вот в те бои тяжелые Вынес с поля боя А немножко, ну это прошлое А вот он хочет прийти к власти и что-то поменять А что именно хочет поменять? Да, это же Арсений, команда Арсения Яценюка Ну вы же знаете, Яценюк проводит политику реформ Яценюк спас нашу страну от дефолта Яценюк управляет А если так, то тогда какие реформы были до сих пор? Какие проведены были? Я знаю, что вы вели два налога Это налог на валюту и налог на войну То есть это реформа главная, которая была сделана Но он уменьшает Это для того, чтобы нашу страну немножко поднять Он же принял страну Поднять это когда налоги увеличить? Он уменьшает налоги И налоги будут уменьшаться Это необходимые налоги для того, чтобы немножко наполнить бюджет А как же он получил страну? Ноль газа Ноль бюджета Мы были на грани дефолта, правильно? А сейчас он не допустил этого Обеспечил пенсии, стипендии, зарплаты А два-три шага первых, которые вот ваш Гобров вместе с Арсением Ясунеком Что они хотят сделать? То есть два-три буквально шага, которые должны увеличить наши там ВВП или что-то такое Ну да, ну вот они внедряют реформы Какие? Реформируют реформируемые? Извините, что мы такие придирчивые А то очень важные нюансы Мы же говорим о будущем Что конкретно хотят сделать? Сейчас я вам скажу Вы извините, что может где-то вот так вот придирчиво Но мы не знаем, как по-другому Мы хотим услышать конкретику Что именно? То есть они Ну, сейчас скажу Ну он же Ясунек ездит за границу, да Он получает кредиты и отчитывается за эти кредиты Он 18 миллиардов сейчас на армию выделил Ну, не его вина, что он сейчас пытается контролировать нечестных чиновников Которые военные зарабатывают на войне Я понял Спасибо вам большое Мы, наверное, если можно, возьмем вас Возьмите, пожалуйста Ну, я думаю, что это политическая партия Возьмите и для парней ваших Спасибо Спасибо вам Давайте пару вопросов зададим Ничего страшного Почему? Я же единственное в Кубово Мы? Вот это пацанец пресса Что? В Комсомолыц В Кубово Депропетровский Вы, я так понял, что вы за партию Лешка? Да, Лешка Буквально 2-3 действия, я так понял, это радикальная партия Да А можете сказать 2-3 действия, которые вам, когда придет в власть, что он поменяет? Во-первых, олигархов надо повыгонять Навести порядок в стране По выгонять олигархов? Да Навести порядок в стране А что, как это будет наводиться порядок? Не надо, надо записывать А чего? А того А что? Сколько вам заплатили, чтобы вы стояли? Сколько, какие вам, ребята? А сколько? Это 150 гривен? Не знаю Не знаете? Вы не знаете, сколько вам платят? Не знаю Ну что ж, пошли дальше Слушка, здрасте Небольшое интервью, мы бы хотели вам задать пару вопросов Вы согласны, Сэй? А вы кто? Мы собираем всю информацию, кто за кого голосует В том числе, кто за что выступает Ну давайте, я сейчас могу отвечать Я так понял, что вы за новосозданный плод Петра Порошенко? Да А можете сказать, буквально 3-4 шага, которые будут сделаны, когда придет к власти ваша партия? Наша партия? Ну, я думаю, в первую очередь, уберут, наверное, коррупцию, которая есть Я так думаю Коррупцию уберут? Да А как они это сделают? Что они будут делать для этого? Ну, я знаю, что Я так думаю, что они будут делать, это же они должны, наверное, все это делать Это раз Во-вторых, я, например, за то, чтобы Вот мы за него, за Олега Я, за Олега Я думаю, он, в первую очередь, продвинет немножко молодежь, будет помогать молодежи В спорте, так как у меня внучка спортом занимается, тоже надеюсь, что она, что будет оплачиваться, может какой-то спорт будет детском Вот, поездки, которые, она у меня чемпионка Украины, я хочу, чтобы она продвигалась и дальше Чтобы помогал он спортсменам, материально, продвигали спортсменам наших, украинских, понимаете? Вот я за это Ну, в принципе, я тогда, чтобы все хорошо было, в принципе Да, да, чтобы все было хорошо, чтобы лучше людям жило, чем живется, я так думаю Буквально нам можно вашу? Можно, конечно Такой вопросик, что по поводу налогов? Потому что я знаю, что Порошенко ввел еще два дополнительных налога, что дальше они с налогами будут делать? Ну, смотря на что налоги он ввел, я не знаю, конечно Налог на валюту, когда вы меняете доллары на гривну, то, сейчас, он ввел налог на валюту и налог на войну, полтора процента от заработной платы Что дальше они хотят с налогами делать? Ну, если эти налоги пойдут в государство, чтобы помогать, например, бедным людям, пенсионерам добавить пенсии, то я думаю, что да А если это пойдет, извините, кому-то в карман, то я, наверное... Ну, они до сих пор шли в карман Я против, тогда я против А, это самое А, как дальше, это знаете? Теперь вопрос самый главный Вам оплачивают или не оплачивают здесь? Пока ничего не оплачивают Активисты? Активисты Я понял, спасибо, можно у вас взять газетку? Да, можно, пожалуйста Если вас устроит такой мой ответ, я... Я думаю, что да Я думаю, что да Здравствуйте Здравствуйте А мы собираем дальше информацию и снимаем видео Ну, мы уже подходили, я понимаю Еще? Так что, мы такие страшные? Нет Что за видео? Я боюсь за что А мы снимаем видео, кто за что По порядку, все подряд Мы снимаем, кто за что голосует Вы меня снимали, а это Саша Саша, возможно, снять? Нет Почему? Почему? А что, все так печально? Почему? Ну, а что не хотите снять? Что, стесняетесь? Ну, я не просто не хочу Я понял, вопрос снят тогда Ну, че-то, здрасте Спасибо А можно мы вам зададим пару вопросов для нашего телеканала? Не, иди дальше А почему? Не хочу А что, так что, все так печально? Да, да, да Мы бы хотели буквально пару вопросов задать по поводу вашей партии блока Порошенко За что он выступает? Я так понял, что это недавно зарегистрирована партия? Ось, почитайте газету и там все написано Ну, а газету мы уже взяли у вас Ну, вот возьмите, почитайте А вы сами нам не можете сказать пару? Не, не хочу А почему? Не хочу Не хотите? Идите Да, идите на газету почитайте Самый простой тогда вопрос Сколько вам платят за? Нам еще не платили Мы только второй день родим Потому что мы еще не платили А сколько мы должны платить? Ну, мы же не знаем Он сказал, что сколько затвердят, я еще не знаю А он это кто? Это Петренко Олег? Нет, нет, нет Начальник штабу? Якийсь начальник Я не знаю, сколько затвердят Но это только второй день тут Ага Здравствуйте Меня зовут Сергей Гартингер Мой идентификационный налоговый код 304-202-22-95 Да будет проклят этот налоговый код вместе с налоговой службой Который, кстати, заходится буквально там 500 метров отсюда Мы сегодня продолжаем политическое, небольшое политическое шоу И я бы хотел прокомментировать буквально несколько наших походов К другим нашим оппонентам, политическим партиям Мы подходили к разным партиям, к разным палаткам, которые устанавливали И пытались им задать вопрос, какое будущее они строят За что они голосуют и за что они агитируют И была очень печальная картина Очень и очень печальная Так и вырывается слово, так и вырываются слова Какая страна, такие партии Какая страна, такие агитаторы Мы увидели несколько партий, которые просто не хотели общаться На камеру, хотя по сути это могла бы быть для них бесплатная реклама Мы увидели много агитаторов, которые от нас просто убегали Мы увидели, что кто-то пытается что-то рассказать Но он абсолютно не разбирается в том, за что он разговаривает И буквально по глазам, по каким-то внутренним ощущениям По тому, как человек двигается Было полное ощущение того, что человек врет Точно так же, как и та партия, за которую он агитирует Это буквально, вот это вот чувство, вранья Оно прямо выпирало из каждого человека То есть человек абсолютно уверен в том, что в этих партиях говорят неправду За что-то они там идут, но абсолютно в это не верят И опять же, это продолжает быть очень печальным На вопрос, какие буквально первые шаги они сделают, когда придут эти люди Они говорили какие-то общие фразы И самый главный их аргумент был, почитайте газету То есть у нас есть аргитаторы, которые раздают газеты Наверное, нам для того, чтобы быть европейской страной Надо учиться совершенно новым подходам агитирования людей Потому что то, что мы видели, это никуда не годится Это очень печально Спасибо, до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!